Шаббат В нашей гробе есть также глава о том, как выпадал Ман, Пашатаман, тоже в нашей гробе. Ва-йхи бешалах пары, если он, было, когда фараон отпустил народ, Ва-йнохом э-рыхим, Бог не вёл их, их Бог, дэрэх эрэсплиштим, по дороге земли филистимлянской. Ки-корэйву, потому что он близок. Ки-корэйву, потому что Бог говорил, как бы народ не передумал, Ва-йрэйсом э-хомо, они увидят войну. Ва-йшобом и строим, вернуться в Египет. То есть, наиболее краткая и, может быть, даже естественная дорога из Египта в землю Кнан, так она тогда называлась, пока до того, как евреи туда вошли. Так, наиболее естественная дорога была возле Средиземного моря, через филистимлян. Ну что, они будут там проходить, может быть какая-то война, и близко вернуться обратно, и народ может передумать и вернуться в Египет. Так что Бог сделал? Ва-я-сэйвэл-э-гим. Повернул Бог, э-со-ом народ. Дер-эхамид-бор. Дорогу пустыни Ямсу. Ямсу. Вехамушимы вооруженные. Олу подняли изны и строился на Израиля. Мерасми строим из земли египетской. То есть, Бог повел их вокруг, чтобы они были подальше от Египта. Это интересный путь Бога с еврейским народом, да и с каждым человеком обычно. Бог обычно не вмешивается в выбор человека. Но Бог меняет условия. Иногда Он делает условия, что они более легкие для выбора. Когда к привычному, когда идут какие-то трудности, человеку хочется вернуться к привычному. К привычному для них. Это в Египет. Так Бог сделал так, повел их не прямой дорогой, что дорога в Египет очень близка, а повел их вокруг, что тогда возвращение в Египет тоже длинная дорога. Так желание вернуться в Египет слабее. Это путь Бога. Бог обычно не вмешивается. У Бога нет границ, что Он не может делать. Но обычно Бог не вмешивается в выбор человека. Он меняет условия выбора, но не сам выбор. Он меняет условия выбора, но он убран. Он меняет в Египет. Бог на них ожидает в себе. Потому что он сказал, что с Иисайъем, сынув Израилла, Иосиф заклял Рима, говоря «По кедив кедерим эсхем» «Вспомнит, вспомнит Бог вас» «Ва алицем эсасмейса им изэ итхем» «Поднимите мои кости отсюда с вами» То есть Иосиф заклял своих братьев и сынов Израиля, чтобы они подняли его кости с собой Моше взял Другие евреи больше брали предметы от египтян Золотые украшения, серебряные Моше взял с собой кости Иосифа Гроб Иосифа, с которым он шел по пустыне Поехали из такого места Суккот Ваяхану расположились воецом В краю пустыни А дорога у них была необычная Идет впереди их емом днем Баамуд оном Столбом облака ван хайсом хадерах Везти их в дорогу В дороге И столб показывает им дорогу Куда идет облачный столб, туда они идут Ваяхану ночью Баамуд иш огненным столбом Гаиргаям святицим Горехас, чтобы они могли идти Йомом Богоего днем и ночью Куда надо идти днем Идут днем, ночью, ночью Так днем перед ними был Облачный столб, а ночью огненный столб Гыем иш, Бог не убирал Амуды оном йомом Облачный столб днем И огненный столб ночью Лифные ом перед народом Бог говорил к Моше говоря Набер говорил к сынам Израиля В Йошуву Пусть они вернутся В Яхану И расположатся Лифные пиахиры Сперед местом пиахирот Это названо потому, что они там стали свободными Бэм мигдэйл у вина йом Между башней и между морем Лифные перед Баутсвон Так был такой идол Баутсвон Нихэхэйсахану ала йом Напротив него Расположитесь у моря Напротив этого идола Для чего? Бэм а парэй ливны и сруэйл Фараон скажет Про сынов Израиля Они заблудились в стране Пустыня их закрыла То есть вы видите, они же идут обратно Едут, а потом возвращаются обратно Они заблудились И что произойдет? Произойдет дальше Что фараон захочет Выйти на войну против них Погнаться за ними Я укреплю Сердце фараона Он погонится за ними Я буду иметь почет Из-за фараона Всю его армию Будут великие чудеса И будет почет Бога В ее думе сраимки Они один Но и Египет будет Будут знать, что я Бог Видите, для Бога важно Чтобы египтяне знали, что Сила Бога Чтобы был почет Бога Баяасухаин Евреи так сделали Когда Моше им так сказал Они так сделали И послушали Не спрашивая вопрос Естественно, они бы сказали Мы от них только уходим А сейчас мы будем Идти назад Без вопросов Они послушали Моше Было сообщено Царю Египта Киборахом Что народ убежал Перевернули Перевернулся Гва в паре Сердце фараона Ва водов И его рабов И ома народе Перевернулись До сих пор Они же их Требовали, что они быстрее вышли И выгоняли А тут их сердце Перевернуло Видите Когда Они видели Эти Ощущали эти казни И Видели смерть Первенцев Они так говорили А сейчас прошло Несколько дней И В чувстве Они это забыли Ва Емру Ва Емру Сказали Мазайся Сыну Что это мы сделали Киши Гахна Эс-Исроил Что Эс-Исроил Мы отпустили Еврея От того Что они нам служили Ничего себе Что мы это сделали Они сделали Это просто так И вдруг захотелось Отпустить Еврея Скажите Столько ударов Столько Они получили Из-за этого Столько Они страдали От этих казней Но Когда время проходит Человек забывает Фараон забывает Забывает Уроки Прошлого И Они так сказали Что мы сделали Почему Вы их отпустили Запряг Свою карету А народ Свой взял С собой Раша Раша Приводит Это Медраж Что он Сказал Народу Я буду С вами Благородно И честно Обычно Царь Идет Сзади А Когда Доходит Дело До добычи Он берет Больше Он берет Первый А я буду С вами По-честному Я пойду В передовую А делиться Будем Тоже По-честному Уговорил Их Ваи Ках Он взял Шичмей Срех Бокур Шестсот Избранных Карет Вехил Рехов Митроим И все Кареты Египта Вешолищ Малкуры И офицеры Над всеми Армия Должна иметь Офицеров Это Силы Армии Офицеры Над всеми И все Таки Фараон Колебался После тех Ударов Что он Имел Он Колебался Выйти В погоню Или не Выйти Так Тогда Ваихазей Кадыной Укрепил Бог Эслей В поры Мелых Митроим Сердце Фараона Царя Египетского Ваирды Погнался Ахарив Вне Исрою После За Сынами Израиля Увне Исрою А сыны Израиля Ейцим Выходит Бьет Ромо С поднятой Рукой Не как Убегающие Рабы Как Свободные Люди Уверенные В себе Убегающие Крив Фараон Приблизился Ваису То есть Он шел В передовую Как и Обещал Ваису Вне Исрою Сыне Эм Подняли Сыны Израиля Свои Глаза Вей Ней Митроим Несе Ахареем Вот Египет Едет За ними Интересно Единственным Числом Написано Ваир Они Очень Испугались Ваир Закричали Сыны Израиля К Богу Тут Написано Египет Едет За ними Единственным Числом И Они Испугались Раша Говорит Что Египет Написано Единственным Числом Что Они Едины Как Один Человек Одним Сердцем И Этого Евреи Испугались Когда Армия Едина То Это Большая Сила Вообще Единство Это Могучая Сила То Что Они Идут На Войну Едины Евреи Испугались И кричали К Богу Что Бог Их Спас Ваир Сказали К Мэйш Я понимаю Что Это Другая Группа Одна Кричала К Богу А Другая Сказали К Мэйш Претензии А Мы Бли Энк Форим Ба Митра Потому Что Нету Могил В Египте Ты Наз Взял Умереть В пустыне Что В Египте Нету Могил Мазей Сосисолону Что Ты Нам Сделал Лейтиону Митраем Вывезти Нас Из Египта Что Ты Нам Сделал Нас Это Это Слово Мы Говорили К В Египте Леймер Говоря Хадаум Оставь Нас Оставь От в пустыне. Как говорят, и двух зол выбирает меньше. Лучше служить Египту, чем умереть в пустыне. Во имя миша ом алтыроу. Сказал Машек народу, не бойтесь. Метраж говорит, что было четыре группы, разные. Каждый имел свой подход. И Машек своими словами ответил каждый из них. Были, которые хотели броситься в море. Исиасу, стойте, уру, смотрите, с Иешуас ад иной. Помощь Бога. Ашаяаса, лохэм, айим. Что сделает вам сегодня? Киашэр и Исамет, с Митраем, айим. То, что вы видели Египет сегодня, вы больше не будете их видеть на веке. Были, которые хотели вернуться в Египет, больше вы их не увидите. Были, которые хотели воевать. Ад иной, и лохэм, лохэм. Бог будет воевать за вас. Были, которые хотели поднять шумы этим криком, вести располох армию египтян. Вы отем, да, хорошо, но вы учите. Что ты кричишь ко мне? Дабер обны, Исраю, говори сынам Исраиля, вы, Исову, пусть они едут. Так тут слышится даже претензия к Маше. Что ты кричишь ко мне? Раша приводит. Евреи в беде, а ты кричишь ко мне, то есть не молишься. Непонятно. Когда евреи в беде, то что Маше должен делать? И что надо делать? Молиться. Пока он услышит, что Бог услышал молитву, и все будет нормально. А до этого надо молиться. Так что это за слова Бога к Маше даже с определенной претензией? Что ты кричишь ко мне? А? Что это значит? Интересно. Раб Хаим из Воложина в своей книге Нефиша Хаим объясняет это так. Конечно, молитва имеет могучую силу. Когда евреи в беде, надо молиться. Но есть что-то, которое имеет духовную силу еще больше, чем молитву. Что? Когда по указанию Маше и с верой слова Бога евреи войдут в море, веря словам Бога, что море превратится в сушу, и они войдут в море, это имеет большую духовную силу, чем молитва. Что ты кричишь ко мне? Пусть они войдут в море. И тогда море разойдется перед ними. Молитвы еще недостаточно. Аурахаим в своем комментарии идет тоже по подобной линии, но он пишет в другой форме об этом. Он пишет так. Что ты кричишь ко мне? Конечно, я тоже хочу помочь еврейскому народу. Но вы знаете, что Бог ведет мир двумя качествами. Есть качество хеса терахамин, есть качество дым, правосудие. Качество милосердия и качество правосудия. Бог говорит так. Я тоже хочу, чтобы помочь евреям, но есть качество правосудия, которое говорит, свои, которое высказывается, что евреи еще не имеют достаточно заслуг, чтобы море перед ними разошлось. Что можно сделать против этого? Против этого качества дым? Когда у евреев добавятся заслуги, это усилит качество милосердия, и тогда море перед ними разойдется. Когда евреи войдут в море, веря в слава Моше, это усилит силу, качество милосердия, и тогда море разойдется. А ты подними твой жезл, распрости твою руку над морем, разверзни его, войдут сыны Израиля внутри моря, в сушу. Ва они, а я, и на нем хазы к славу Митраем, я укреплюсь в сердце Египта, ва и они пойдут за ними. Ва и ковдов и фары, я буду иметь почет фараоне, у в хоу хейлы, во всей его армии, берег бы, в его каретах, у фарашов, его всадников. Ва подчеркивается еще раз, что Египет будет знать о Боге. Я понимаю, что Египет была крупнейшей мировой державой тогда. И то, что они будут знать о Боге, это распространить знания о Боге по всему миру. Ва Иса поехал Марах Ираим, ангел Бога Ирах, который идет Лифней Мах на Исрою перед еврейским лагерем. Ва Ирах пошел за ними. Ва Иса поехал облачный столб Мипнея, который был впереди. Ва Яме встал за ними. То есть, когда встала ночь, то обычно облачный столб уходил. его заменял огненный столб. А тут облачный столб поменял место. Место забыл, что он впереди еврейского стана. Он встал сзади. Ва Иове он пришел в облачный столб между египетским лагерем и между еврейским и израильским лагерем. воеет он в Ахишах было облако и темнота для египтян. А огненный столб воеет с агойго. Он освятил ночь. Велико равзе лзе. Не приблизился один к другому колага его всю ночь. Станы стояли, не приближались один к другому. Воеет мыши асьоды. Мошэ распростел свою руку над морем. Вое выходной повел бог асьям моря. Беру ах кодым азон. Восточным ветером могучим колага его всю ночь. Воес асьям хороба. Сделал море суши воебоку амуям. И море разверзлось. Воевые вны Исрою вошли сыны Израиля басы хайом баябошо внутри моря в сушу. Амайим гохем хаймо. А вода была для них как крепость мимином умесмегом из права и слева. Медраш Раба на месте спрашивает написано вошли сыны Израиля внутри моря в сушу. Если внутри моря то не в сушу. А если в сушу то не внутри моря. Куда они вошли? Медраш отвечает так они вошли внутри моря а моря превратилось в сушу когда они вошли. Медраш говорит так что они вошли до носа в воду и тогда море превратилось в сушу. Они вошли внутри моря а море превратилось в сушу. Я читая этот метраж я задавал себе вопрос что то что они вошли в море а море превратилось в сушу это так видно из текста они вошли внутри моря в сушу. Но кто сказал что где написано что они дошли до носа а может они дошли до пояса до плеч а мне кажется что Медраш понимает так что из пути Бога человек должен делать то что в его возможностях а когда человек делает все что в его возможностях тогда Бог приходит на помощь войти до пояса может каждый до плеч тоже можно где максимум докуда человек может войти в воду и остаться живым до носа вообще это обычно многие дышат и ртом тоже но скажите где-то написано что надо дышать ртом не написано можно дышать и носом максимум что человек может войти и остаться живым это до носа то есть они вошли до носа и тогда море перед ним разошлось как видно из геморрой из метра сына минодова князь колена и и и часть вошла в море мы дойдем дальше и мы увидим что была часть которая уже вошла в сушу которая когда море уже разошлось были такие которые шли уже по суше это мы увидим дальше погнались египтяне вошли за ними все кони фараона внутрь моря погнали за ним это тоже было чудо они могли знать и проверять что там географически сейчас раньше было море было в утренней смене то есть есть ночь дерется на три части это это часть ночи которая ближе к утру к утру последняя треть ночи вояшки водиной бог посмотрел на маханы и митраем египетскому лагерю в столбе огня и облака огонь сделал более горячим там землю облако делало что-то стало как болото воем привел в растерянность и с маханы и митраем лагер египта воесра он убрал из ифан марквейсов колеса их карет военоге увел их египтян бихвейдус с тяжестью это тоже мера за меру помните про фараона написано воях быть либе он сделал твердым свое сердце так тоже он повел с той же мерой как они себя вели это пусть бога он ведет себя с каждым мера за мером у них было воях бит тут было то что бихвейдус воем митраем сказал египет он усом мипне израил я убегу от израиля ки одиною потому что бог неухом воюет за них воюет в египет бог за них воюет воем митраем миша сказал бог миша не не если тхо распрости твою руку над морем вернуться воды на египет а рыбы на его кареты а на его всад ник воюет распрости миша с йодей свою руку над морем вернул из моря лиф не из бейкер к ходу утра при ходу утра лейсон свои силы у митраем носим а египтяне бегут лекросы навстречу ему воинахер перемешал одиноя с митраем бог перемешал египет внутри моря перемешал как хозяйка перемешивает еду вернулись воды покрыли кареты всадников всю армию фараона которые приходят за ними в море не осталось из них до одного справа и слева на первый взгляд это 29 предложение слышится как повторение 22 предложения там написано вае 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 справа и слева но есть несколько тонкостей которые мы сейчас обратим внимание во первых в том тексте написано хома с вавом а тут написано хома без бава есть интересный медраж медраж говорит что в той же не пишется точке поэтому в принципе можно было бы читать и по-другому слово хейма без вава можно читать как гнев так есть медраж что был на них гнев ангел египта пришел с претензиями что это такое где справедливость маништану эйгу мэйгу я просто пересказываю слова медража поэтому я так выражаюсь как медраж говорит маништану мэйгу мэйгу чем иначе эти от этих этим ты делаешь чудеса и спасаешь евреям а этих египтян ты топишь как это ведь когда-то в египте эти служили идолам и египтяне служили идолам но евреи служили идолам они были под влиянием египтян так медраж приводит в такую претензию духовного ангела египта что Бог ему ответил эти служили идолам спокойствия средоточенности с намерением с намерением а евреи были просто в растерянности в незнании так интересно это может это относится хорошо к этому предложению хома без вавы можно читать это как гнев хома а когда там написано хома с вавой это определенно может читаться только крепость хема без вавы перевод можно перевести как ярость неф неф ярость так есть интересный удивительный комментарий приводит его от имени агро из вильна он говорит так что были две группы евреев первая группа евреев самоотверженно вошла в море когда она была было морем и про них не было никаких претензий никаких вопросов поэтому об этом говорит то предложение 22 поэтому там написано хома с вава была вторая группа которая как говорится пришли уже на готовенькое они шли по суше и очень любопытно тонкости выражений тоже по-разному я вам скажу в том предложении написано вае вае вошли а тут написано вае вае шли первые они вошли вошли из из территории одного типа в территории другого типа вошли из суши в море вошли а те шли и продолжали идти вторая тонкость тут написано во втором предложении они вошли внутри моря в сушу а там написано они шли в суше внутри моря то есть про первых написано они вошли внутри моря когда это было когда это было морем и после того как они вошли море стало сушей а про вторую группу они шли как мы уже подчеркнули шли продолжали идти в суше внутри моря исторически раньше это место было внутри моря они шли по суше продолжали идти внутри моря на первых не было никаких претензий и никакого вопроса ты спрашиваешь чем эти иначе чем другие даже если предположим кто-то из них когда-то служил идолом ты спрашиваешь чем эти иначе чем эти эти полностью верят слава Бога самоотверженно входят в море и вопроса нет нет вопроса изначально про вторую группу был вопрос и был ответ бои еще одно и бои могу спас Бог в тот день если строил Израиль мы ядми строим от руки Египта то есть вообще-то окончательное освобождение от Египта было вот сейчас окончательно до этого было еще двузначительно Египет они выходят на три дня выходит навсегда Египет погонится не погонится а сейчас это было уже окончательное освобождение бояр из строя с Митраем увидел Израиль Египет мы с умершей аусфа стоим у берега моря раунд ей раунд на было евреи которые боялись айди знай мы вышли тут на сушу а может египтяне выйдут с другой стороны и будут нас преследовать что Бог сделал он Бог выкинул трупы египтян на берег моря И они узнавали, вот этот насмотрщик надо мной издевался, вот этот, был тот египтянин, тот. Тут написано, увидел Израиль, Египет, мест умерших, где увидели? Ау-Сва-Тайом, на берегу моря. Они их увидели, море их выкинул, они их узнали. Ва-Яль-Исро-Ил-Эс-Айо-Таг-Ды-Го! Увидел Израиль великую руку, аш-э-Ос-а-Ды-Ной-Бе-Митра-Им, что Бог делал в Египте, с Египтом. Забоялся народ Бога, ва-Яминоба-Ды-Ной, верили в Бога, в Мейши-Абде и Мейши-Его-Раба, что Мейши-Раб Бога. Слышится, что до этого они не боялись Бога. По-видимому, в Боязни Бога есть уровень. Относительно того уровня, до кого они сейчас дошли, то, что они раньше боялись, это еще не тот уровень. И то же самое насчет написанных, верили в Бога, в Мейши-Его-Раба. Если вы помните, в главе Шмот написано, что собрали народ. Ва-Яминоба-Народ верил. Но, по-видимому, в вере есть тоже уровни. Они дошли до особо высокого уровня веры в Бога. Именно тогда, когда они были у моря. В Медраж Мехилте написано, что все дошли тогда до уровня пророчества. Написано так, что простая рабыня видела у моря величие Бога больше, чем видел великий пророк Яхаску. Я вспоминаю, что Бхайм Шмолебе зацал в своих беседах, спрашивал вопрос. Скажите, а кто духовно выше? Пророк Яхаску или простая рабыня, которая стояла у моря? Кто духовно выше? Что вы думаете? Конечно, пророк Яхаску еще. Почему? Вы знаете, говорят так. Подарки приходят и уходят. Что человек получает в подарок? Даже и в материальном. Если человек выигрывает в лотерею, скажите, как она приходит, так она и уходит. Тем более и в духовном. В духовном это определенно так. То, что приходит само собой, имеет какое-то влияние. Но это приходит и уходит. И об этом можно забыть. А вот то, что человек трудится и работает, как говорят, поднимается по лестнице, и каждая ступенька – это работа, это становится частью человека. Пророк Яхаску, чтобы дойти до своего уровня, работал он с собой. Это был у него не, само собой, не подарок. И тогда тот уровень, на кого он дошел, это его уровень. Сыны Израиля у моря получили как подарок. Этот подарок имеет какое-то влияние. Но это совсем не тот уровень, до чего человек есть, чем если человек доходит до этого сам. Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песню перед Богом. По им ругамерскали, говорят так. Я буду петь перед Богом, что он возвысился над гордыми. То есть не разделил между ними и бросил отдельно, бросил их вместе. Вот тот уровень, что евреи дошли, что они пели эту песню – это высокий уровень. Когда Бог что-то делает, надо благодарить Бога. А петь песню перед Богом – это очень высокий уровень. Это говорит, насколько человек чувствует благодарность Богу и его величия. Гемранов рассказывает, что великий царь Хискеел, который сделал очень много, распространил учебу, которая по всему еврейскому народу, и не было тех, которые не знали законы, даже самые сложные законы Тумава Тарарар, ритуальной нечистоты. И Бог сделал, он был в опасности. Царь Ассирии осадил город. И, естественно говоря, он должен был его захватить. И Бог сделал чудо, как вся эта армия вымерла. Тагимара нам в Санетан говорит, что Бог хотел сделать Хискеел Мошехам. А почему он не сделал? Он не сказал песню Бога. Сказать песню Бога – это большой уровень. Евреи тогда воспели перед Богом. Моя сила и моя хвала – это Бог. Он был мне на спасение. Это мой Бог. Можно перевести «я сделаю ему жилище». А можно перевести «я его украшу». Он говорит о русском сеном из егоцы. Его рода отец Его. Тубу в Ямсу. Потанули в Ямсу. Те имейс их осйума. Бездны их покрыли. Йордо вимцелес. Спустились с глубины. Кмей овен. Как камень. Йиминхо адидой. Тея правая рука на эдоре могуче вакеях силы. Йиминхо адидой. Тея правая рука. Тея правая рука. Тея циев. Гамает врага. Йиминхо. Большим величием твоим. Таарейском мехо. Ты ломаешь те, кто встают против тебя. А кто встает против тебя, то есть против Бога. Знаете кто? Те, кто встают против еврейского народа. Это значит, они встают против Бога. Йимтяне встали против евреев. Значит, они встали против Бога. Ча-ла-ха-рынхо. Ты посылаешь свой гнев. Это сжигает их как каш, как солома. Интересно. Есть несколько выражений. Уверуаха пехот дуновением ноздрей не арму маим. Застыли воды. Ницву встали к майнеид, как крепость, на изрим текучее. Хофусы и мейс. Застыли бездны. Блевьем в сердце моря. Омар-эйев. Враг сказал. Эрдейв. Я погонюсь. Асиг, настигну. Ахалык шогол. Разделю добычу. Видите? Тут намекается, что он сказал. Разделим добычу. То, что фараон сказал. Разделим поровну. Тимлоэймэй навши. Наполнится от них моя душа. Орик хорби. Я обнажу мой меч. Тиришэймэй йоди. Их уничтожит моя рука. Ношав тавэрухахо. Падул твоим ветром. Кисом и йом. Покрыл их море. Цалагука и ферес. Потонули, как свинец. Мы маем в воде. Адырим. Могучий. Игиптяне, он называет эпитетом могучий. Так тут интересно. Тут есть три выражения. Есть выражение, как Солома. Есть Кайферес. Как свинец. И есть Коэвен, как камень. Раша говорит на это так. Что были разные египтяне. И соответственно, этому Бог так с ними себя вел. Были, которые потонули моментально. Как свинец тяжелый. Тонет моментально. То есть, они меньше всего мучились. Были большие антисемиты, которые мучили евреев. Так они были как аж. Как Солома. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Бог давал им силу сохраниться и страдать. А были средненькие. Средненькие, ни туда, ни сюда. Они были как камень. То есть, каждый получил соответственно тому, как он себя вел. Михо-мейхо боили мадыной. Кто подобный тебе и сильный Бог. Слово Кейл это в принципе смысл, перевод этого слова сильный. Кейл. Сильный. Михо-мейхо, кто как ты, Неэдор. Велик Макейдеш. Силен Макейдеш святости. Нейрос и лейс. Страшно хвалить тебя. Эйс и фэгэ. Ты делаешь чудеса. Ты поднял твою руку. Ты вла имей орыц. Земля их прогрессила. Но хисо вэхаздэхо. Ты вел своим добром. Амзуга олта народ, который ты избавил. Не олта вазхо. Ты вел его с твоей силой. Он навек от шеха. К священному твоему жилищу. Видите, то есть евреи шли к тому, чтобы построить храм. Шо-му. А теперь в этой песне говорится, как другие народы на это реагировали. Шо-му амим ергозун. Слышали народы, задрогнулись. Хил-охас. Дрожь охватила. Ешвей-пошас. Те, которые сидели в филистимской стране. То есть филистимляне. Озневало. Тогда растерялись. Агуфей-эдым. Князи-эдома. Эйгэй-мэйов. Сказали уже слово. Эйгэй-мэйов. Это сильный. Эйгэй-мэйов. Сильный муава. Ихазий-мэй-руат. Их охватил трепет. Но мэйго растаяли. Кейл-эшвэй-хнуан. Все, которые проживали в Кнуан. Они же знали. Слышали, что евреи идут войти в землю к нам. А! Видите? Это дошло до всех. И все окружающие народы задрогнулись. Ну скажите. Эта дрожь и трепет у них осталась. И это было кратковременно. Кратковременно. Если бы они действительно вошло в них это. То они бы поменяли свое поведение. Вернулись бы. Пришли бы к вере в единого Бога. То есть есть явление, которое влияет на человека. Но если человек не работает над собой. Чтобы то, что он видел. Начать новый путь. То даже если человек видит чудеса. Это его не меняет. Это то, что мы видим здесь. Они изменились. Окружающие народы изменились из-за этого. Нет. Да и в близком к нам поколении. Известно про многих солдат, которые прошли шестидневную войну. И после этого они рассказывали о чудесах, которые они на войне, которые видели своими глазами. Вообще вся война была чудесами за шесть дней. И все закончить, и захватить, и победить. Предположение было, что даже в лучшем случае будут десятки тысяч убитых. Такие были предположения руководителей израильской армии. Были большие чудеса. Были солдаты, которые, возвращаясь, рассказывали о чудесах, которые они видели своими глазами. Так некоторые из них изменили свое поведение, стали соблюдать заповеди, пришли к вере в Бога и Тору. А большинство из них видели чудеса, рассказывали, а не поменяли. Само то, что человек видит, не влияет на него пока. Он работает над собой. Теперь упадет на них. Има это страх, и уфахат страх. Раша говорит, има это на далеких, а уфахат на близких. Бегдых зряхо, величием твоей силы, едмукован, будь молчать, как камень. Адьяавер амхоады, ной, пока пройдет твой народ Бог. Адьяавер, пока пройдет, амзуконисо, народ, который ты приобрел. Твое имя, ты их приведешь, в святое имя и посадишь в арнахолосхо. Асхо, как посадить дерево, святое имя, как дерево сажают. Местонахождение для твоего сидения ты сделал, Бог. Микдош, адыной, храм Бог, основали твои руки. Бог будет царствовать навеки. Что значит такое имрэх? Это значит, что мэрэх называется, когда люди признают власть Бога и подчиняются ему. Бог будет царствовать навеки. Киво, потому что вернулся сус пары, кани фараона барихбэй уфарошов, с каретами и всадниками байом в море. Вайошева адвиной агэем. Бог вернул на них эсмэй айом, воды моря. Овны Исраэо, а сыны Израээля, хуху ва ябошо, шли пасушэ басыхаюм внутри моря. Субы, ва-теках, мэрэйом а-нэвиюо, взял и мэрэйом пра рачцээ, ахэйсэ Done, сэсра Аэраэээн, эс "'этьэв барабан вьёда свэй руки, сэйур руку, И все женщины вышли за ней в суппи, барабанами, и в мухарей с истанцами. И они подняли голос Мирьям. Широ ладиной. Пойте богу, ки го и го он вознесся над гордым, сус в рыхвы коня и его всадника, рома в ойом он бросил в море. Так меньше пел с мужчинами, а Мирьям женщины. Давайте почитаем, сколько у нас осталось времени, немножко из главы про ман. Это четвертый послух шестнадцатой главы. Евреи пришли с претензией, что мы будем есть. Почему именно тогда? Хорошо говорить, что тогда кончилась цель, те лепешки, которые они взяли с собой из Египта. И народ выйдет и в Рокту будет собирать дворгем по Египте. Каждый день на этот день. Роман на сцену, чтобы испытать его, пойдет ли он по Майи Тори, им рей или нет. Например, нельзя было оставлять на завтра. В шаббат не выходил ман, и не надо было выходить собирать. На это было испытание. То есть, каждый день выходил на этот день. Это было испытание. Представим себе на их месте. Человек не имеет ничего дома. Ничего. Каждый день выходил ман, и надо было собираться. Ты, чтобы жить с ощущением, что есть Бог. И Бог, который посылает день, посылает и пропитание на этот день. Будет в шестой день. В Египте приготовить, и за что я верю, что они принесут. В Египте, они как бы собирали, как будто как обычно. В Египте становилось вдвойне. А на что я укрыту на то, что собирали, ем-ем каждый день. Пятницу собирали, но нет. Хотя собирали, как обычно. То есть, это тоже было показателем, что в Пятницу Бог посылает по Носу. И на Пятницу, и на Субботу. Во имя Миши Аарин сказал, Миши Аарин, а ковны и строил ко всем сынам Израиля. Эра вечером. Вы будете знать. Эра вечером. Вы, едатин, будете знать. Киады нои эти с хэмми эра с метроим. Бог вывел вас из земли египетской. Они и говорили к Миши, что вы нас вывели в пустыне. Что вы вывели. Ветером будете знать, что Бог вас вывел. Не мы. Не мы вас вывели. Бог вас вывел. Бог пошлет вам птицы слав. Увейкер, а утром. Урис ему, видите, а сквейдады нои почет Бога. Бешом эструны сейхем алады нои. Который слышал ваши претензии на Бога. А мы кто? Кисалину аогину. Что вы ведете, приводите, чтобы на нас спорили. Кто мы? Кто мы такие вообще? Так Машей Аран сказал. Кто мы? Это большой уровень скромности. Мясо есть. А хлеб утром насытится. Тот пока пишется, что хлеб насытится, а мясо есть. Не насытится. И хлеб утром. Хлеб это необходимость. Мясо не такая необходимость. Поэтому он послал им вечером. Нет времени приготовить. А хлеб он послал им утром. Мишмей ады нои аструны сейхем. Бог слышал ваши претензии. Ашер тем малинним олов. Что вы жалитесь на него. Венахну мамы кто? Гри оней. 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 говоря шумата я услышал это у ней са жалобы в ней срою до берега им говорим так пример бэйна арбайми буквально бэйна арбайми между вечерами но это значит бэйна арбайм вечером тэйху вассор будете есть мясо у вам бейкера утром тисбу лохан будете насытитесь хлебом вы едат и будете знать киа ни одной элехам что я бог ваш бог будете знать и ощущать как бог руководит миром и он вам посылает моего эра было вечером ватала слов поднялась слов слов это такие жирные птицы ватхасасамахны покрыла лагерь то есть было их легко брать и резать и есть у ва бейкера утром хойсо шихвас а то был слой росы слов и врамахны вокруг вагера ва тау шихвас а то слой росы поднялась в ней вот аупные амидвуа на пустыне дак тонким тонким как лёд а лорес на земле вагиров на иссуе увидели сыны израиля вагиру сказали ищи лохев один к другому мону что такое слово мон приготовленная еда от того же корня слова мана слышали мана порция ман приготовленная еда кирио думал они не знали что это мае ма миши агэм скалы миши у агэхэм это тот хлеб ашанносан ад иной лохэм что бог дал вам лохо есть зэ адовар ашатсива ад иной это слово что бог приказал лихтум и мену собирайтесь от него ишлафи охэ человек по его еде омар эймер лагугилас эймер это такая мера объема лагугилас на голову на человека знаете сколько это эймер по объему это 43 и 2 десятых объем яйца такие если яйцо 50 или 55 или 60 кубических сантиметров сколько это объем это не два литра с вишни допустим около два два с половиной литра так это было на каждую душу миспарна в шейхэм по количеству душ ваших из человека ашабо олый которому его палатки ты коху берите ваяс ухэм на исрою сделали таксы на израиля ваёк ваёк киту собирали амарбе ваамамит кто-то больше собирал кто-то меньше ваёмэйду ваимар измерили ваумэру ваэйдив амарбе кто собрал больше у него не было больше ваэй ваамамит а кто собирал меньше не было нехватки ишлафи охэ человек по своей еде лакота собирали это удивительное чудо было кто-то собирал кажется больше а кто-то меньше а потом когда измерили как говорят после усушки утряски то же самое то есть бог хотел им показать что это бог им посылает и посылает соответственно то что им надо и ман бог посылал каждый день на этот день ваима миша агэм скал миша к ним иш человек аг есэм и мэна адбэкя то мне оставляют него до утра это непростое испытание что они находятся в пустыне и не не оставлять полагается бог который пошлет новый день пошлет пропитание тут мы останавливаемся и это вообще-то это есть бетахон знать что есть бог который ководит миром мы с нашей стороны должны делать стараться но есть бог который ководит миром и посылает нано пропитание